Доброе утро! С вами утренний канал Накатунь24. Мы готовим вкусный завтрак и вас к хорошему дню. Сегодня к нам на горячий новогодний чай заглянул мистер Фриз. Мистер Твистер у нас сегодня на утреннем канале. У нас гостяк Николай Ярый. Мы сегодня будем вставать чуть позже, показывать все возможные чудеса, которые можно творить с азотом. Хорошо, хорошо. Коля, у нас есть добрая традиция на утре. Ну, рассказывайте. Не поверишь, какая. Какая? Ну, какая. Мы раздаем морозные заряжающие пятюни. Давайте долго. Заряжаемся. И вот все туда, вот тех, кто сейчас только что, мы-то давно уже проснулись, гостей в 6 утра заманиваем сюда на Катунь. А кто-то только что открыл глазки и готов заряжаться морозной свежестью. Ты же у нас мистер Фриз. Я думаю, да, мы зарядим сегодня прямо, несмотря на то, что утро. Почему мистер Фриз, Коля? Потому что сейчас все такие думают, мистер Фриз, мистер Фриз, мистер Мороз, мистер Хруст, мистер кто? Мистер Хруст, я думаю, не надо было. Просто мы, когда организовывали нашу команду, мы подумали с ребятами, как это будет все звучать. Мы работаем с жидким азотом температурой, 196 градусов. Как бы очень довольно-таки холодно. Довольно-таки да. Нужно было такое прям название команды, чтобы это прям было на слуху. Фриз, 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 Фриз. Фриз, прям Мороз, Фриз. Мороз, дедушка Мороз. И поэтому, да, мы решили то, что называется Мистер Фриз. И вот теперь, пожалуйста, как бы все, ну, честно говоря, Мороз скажи тоже. Мороз, у тебя глаза голубые. Ну, да, ну, кто-то нам, по-моему, когда мы собирались всем нашим, как так сказать, трудовым советом нашими актерами, мы решили там несколько названий. Было, да, на нашем там количестве списков Морозкое название. И Морозкое было? Морозкое. Морозкое. Но Морозкое мы убрали, оставили Мистер Фриз. Так что вот как бы вот так, друзья. В общем, во всем о Морозном и, главное, вкусном мы сегодня будем рассказывать. У нас сегодня рыбка. Да. Будем ее запекать. Давайте сделаем все. И готовить вкусные вкусности. Коля, предлагаю сейчас посмотреть Нумеролога и продолжим готовить. Оставайтесь с нами. Спонсор показа ООО Агросев Торг. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Соломонова и я Нумеролог. Я работаю с людьми и числами, а также вижу возможные варианты развития событий. Чтобы узнать, что вас ждет в 2020 году, необходимо рассчитать ваше персональное число года. Для этого сложите день вашего рождения, месяц вашего рождения и константу 2020 года, цифру 4. Если у вас получилось число 1 – прекрасный год для любого начинания. У вас появятся не только стимулы и цели, но также необходимый капитал знаний и возможностей для деятельности. Не теряйте понапрасну время. Воспользуйтесь всеми своими талантами, всеми познаниями. Ненавязчиво продемонстрируйте их людям, с которыми вы связаны. И вы увидите, что двери перед вами открываются. Если у вас получилось число 2 – это прежде всего год сотрудничества. А поэтому будьте готовы в случае необходимости уступить бразды правления кому-то другому и действовать сообща, а не руководить каждым этапом проекта самостоятельно. Ваша очередь была в прошлом году. Если вы же стоите во главе фирмы, разумеется, вам не следует складывать свои полномочия. Однако лучше прислушиваться к мнению сотрудников, которые, возможно, предложат какие-то новые методы или решения, полезные для вас. Если у вас получилось число 3, в этом году люди будут стремиться к вам, привлеченные богатством и яркостью вашей личности. Весьма возможны новые полезные связи. Покажите себя, продемонстрируйте свои идеи перед теми, кто может осчастливить вас или способствовать успеху в делах. Пришло время поставить вопрос. Если вы хотите связывать себя узами брака, ведь в этот год вы просто не можете не оказаться блестящей партией вашему избраннику или избраннице. Это также время для удачных торговых сделок, если вы хотите что-то продать. Ваши предложения на рынке будут оценены очень высоко. Если у вас получилось число 4, пришло время браться за работу. Четверка означает, что вы будете работать без передышки. И хотя вы, вероятно, не получите материального вознаграждения за свои труды в текущем году, вы обогатите себя опытом и знаниями, которые помогут вам достичь желаемого соответствующего для этого года. Чего бы вы не хотели добиться в жизни, сначала надо выносить идею, а затем приниматься за ее осуществление. И только потом настанет время пожинать плоды. Наметьте себе цель, установите рабочий режим, который будет способствовать максимальной отдаче от вложенного труда, и позаботьтесь, чтобы ничто не отвлекало вас от продвижения к цели. Если у вас получилось число 5, вы начинаете пожинать плоды усилий прошлого года. Пятерка символизирует перемены и прогресс, а поэтому будьте готовы ко многим захватывающим и удивительным событиям. В этом году, несомненно, произойдет что-то непредвиденное, что перевернет вашу жизнь. Не надо приходить в отчаяние и заполнить неожиданности происходящего. Отнеситесь к переменам спокойно и подумайте, какую пользу вы могли бы извлечь из них в будущем. Что бы вы ни предприняли в начале года, дело не пойдет, или же возникнет необходимость острочек, однако не подойти духом, возможно, все к лучшему. Ваше финансовое положение может перемениться в ту или иную сторону, а потому проявляйте осмотрительность. Если у вас получилось число 6, в этом году у вас будет прежде всего занимать дом. Если вы состоите в браке, тем лучше. Это счастливый год для супругов. А если вы еще не связаны узами брака, и вам хочется завести дом, семью, в этом году вполне вероятно ваши мечты сбудутся. Любовь, обаяние, нежность – вот чем надо одаривать тех, кто вам дорог. Друзей, родных, супруга или супругу. Вы сблизитесь, как никогда прежде, и будете счастливы в взаимности чувств, особенно со стороны самых дорогих вам людей. Вас обнаружится практическая жилка, и вы будете принимать весьма разумные решения. Если у вас получилось число 7, тонкое понимание вещей и душевный покой суждены вам в этом году, поскольку вибрации семерки предполагают глубокие размышления и духовные поиски. Вас не будут удовлетворять предложения сделать что-то. Вы непременно пожелаете взвесить все открывающиеся перед вами возможности и тщательно обдумывайте предложение, прежде чем примите его. Вас будет манить одиночество, и вы будете рады погрузиться в себя. Раздумья помогут решить, как бы вам хотелось жить, и что необходимо, чтобы жизнь протекала в этом русле. Анализы критика – вот чем вы будете сильны. Впрочем, не переусердствуйте. Иногда излишняя скрупулезность вредит, а несвоевременные получения могут обернуться для вас неприятностями. Если у вас получилось число 8, такого года ждет каждый, ведь восьмерка символизирует славу, власть и богатство, а восьмой персональный год должен всем этим одарить вас. Если у вас есть цель, на которой были сосредоточены все ваши мысли и усилия, не сомневайтесь, что в этом году вы будете вознаграждены, ведь восьмерка указывает на достижение целей материального свойства. Восьмерка – число человека – дело, и ваши дела пойдут успешнее, чем любой другой год. Однако вам необходимо постоянно держать под контролем свои финансы и собственность, чтобы не упустить благоприятный момент приумножать то, что имеете. Помимо нравственного удовлетворения, которое принесет вам этот год, вы можете рассчитывать на большие деньги. Если у вас получилось число 9, пришло время положить конец всем неоправдывающим себя отношениям, как личного, так и делового характера. Настал год прощения с прошлым. Вам надо подготовиться к совершенно новому началу, ведь следующий год открывает новый 9-летний цикл вашей жизни. Сделайте, так сказать, большую уборку, и можете рассчитывать, что следующие 9 лет вы проживете счастливо. Цепляться за несбыточное – все равно, что мириться с досаждающей вам инфекцией, ведь не вылечившись, вы никогда не почувствуете себя по-настоящему бодрым. Закончите все свои дела, добейтесь поставленной цели или откажитесь от всяких дальнейших попыток. Ну что ж, мы продолжаем. Напоминаю, у нас сегодня в гостях мистер Фрис, Морозко, он же Николай Яр. Ну ладно уж, с чем Морозко-то. Поним. Все, пятюни морозные, заряжающие все раздали. Продолжаем раздавать. И вот выбирай. У нас же Новый год, у нас же утренник такой. Кем ты будешь? Ёлочкой? Или? Не, ну, Алина, можно я не буду? Можно я возьму ёлочку? Ой, боже. Ой, котик, у нас будешь ёлочкой? Ёлочкой. Все, да, начинаем готовить. Все, да. Идет? Сегодня? Идет, классно. Прекрасно. Нормально смотрится? Кто у мамы сегодня принцесса? О, ничего не говори. Давай познакомимся с нашим рецептом. Давайте. Нам потребуется для того, чтобы приготовить ароматную, сочную форель, две рыбки, уже потрошенные, чищенные, нам потребуется трава. Давай с ними познакомимся поближе. И те, кто сейчас записывает рецепт. Ну, кстати, вот прям такое душистое лето. У нас здесь кинза или петрушка. У нас здесь, ну-ка, отгадаешь? Чай из детского садика. Это тимьян. Тимьян, чебрец. Как вариант, да? Тимьян, чебрец, все одинаково. Дальше. Вот это у нас... А что это такое? Тархун. Тархун, да. Узнаешь? Тархунчик. Здесь у нас, ну-ка, мятка. Мята. Мята должна быть. Мята. И вот эта палочка лемонграс. Лемонграс какой-то. Да. Еще раз. Кинза, тимьян, тархун, мята и лемонграс. Вот эти все травы мы будем вместе с цитрусовыми. У нас здесь есть лимончик и лайм. Упаковывать внутрь рыбки и запекать. Все. Вот такой расклад. Так что, если кто-то только собирается и думает, вот, пожалуйста, вот это должно быть на кухне и затем уже идти в духовку на новогодний стол. Ты Новый год отмечаешь, встречаешь? Да. На работе? Ну, когда как, на самом деле. Бывает, бывает, что и на работе, бывает, что и дома с семьей, и с друзьями. В этом году мы, к сожалению, на работе. Ну что, к сожалению? К сожалению, мы на работе, потому что... Где Барнауле, в Горном, в Белокурихе, куда вы едете? Еще дальше. Или куда? Мы ездим также еще и в Казахстан, Алмата. В этом году вы в Казахстане? Да. А сколько у вас таких счастливчиков, кто отправится в Казахстан? Десять человек. Десять человек, десять дядек, или девчонки тоже в офисе? Нет, десять дядек, да. Десять дядек, елочек. Да, десять елочек поедут 31 числа. Уже будем там, в Казахстане, будем отрабатывать все наши новогодние мероприятия, которые мы запланировали еще. Обратно когда? Обратно после праздников, ну, где-то, может быть, даже после 15 числа, как все эти праздники закончат. Да, у нас такой вот мини-отпуск, не в России, не в нашей стране. Подальше от семьи. Да, у нас такой, говорит, мини-отпуск, и нормально. Ничего себе. Какие молодцы. То есть вы радуете не только Алтайский край, но и ближнее зарубежье своими шоу. Да, да, мы делаем это так, масштабно. О том, что вы делаете, как это все выглядит, мы расскажем чуть позже, а пока предлагаю все. Узнали рецепт, поняли, что за морозка и чем вы занимаетесь. Представьте с нами. Что же делать, если совершенно неожиданно засохла тушь? Лайфхак. В составе туши для ресниц есть воск. При нагревании он становится более эластичным. Чтобы быстро реанимировать тушь, нужно опустить тюбик в горячую воду. И так каждый раз перед применением. А чтобы тушь вообще никогда не засыхала, убирайте остатки с горлышка и с резьбы. Когда здесь скапливается тушь, она не дает закрыть тюбик. Не делайте вот таких движений. Вы загоняете в тюбик воздух, и поэтому тушь быстро засыхает. Стержень самой щеточки тоже протирайте салфеткой. Не ватным диском, потому что от него могут остаться ворсинки, которые потом попадают в глаза. Это неприятно. Пользуйтесь. Не благодарите. Все, пора начать готовить. Давайте начнем. Уже уболтались. Бери себе тушку, не тушку. Все, она уже разморожена. И внутрь, в общем, как нам было этот рецепт, нужно разложить на цитрусовый и траву у дома. Траву у дома, да. Что за шоу? Что вы устраиваете? Что вы предлагаете? Как это выглядит? Мы чуть позже покажем, но пока давай хотя бы подготовим зрителей к тому, что у нас сегодня будет наутро чуть позже. На самом деле мы занимаемся нашей шоу-программой уже на протяжении трех лет. Мы сами из Центральной России, здесь, в Алтайском крае. То есть у нас снова стартовый был плотный проект «Мистер Фрис». Откуда вы? С вами родом. Привет. Ну как ты сейчас? Ну скажи, Холь, ну интересно. Мы из Москвы, то есть наши, да, москвичи. Три года порабощают рынок Алтайского края. Ну мы не сразу зашли на Алтайский край, то есть мы же еще были в разных регионах, то есть там, грубо говоря, смотрели, анализировали то есть программу, как анализация рынка происходила. И Алтайский край, он сам по себе красив на самом деле, то есть находясь здесь на Алтае, ты замечаешь все красоты, особенно горного Алтая, потому что это сногсшибательная красота. Очень даже как сногсшибательная. И решили, да, здесь остаться, посмотреть наш пилотный проект. То есть три года назад вы переехали все сюда? Да, да, разрабатывали программу, то есть занимались по-тихому, как говорится, по-тихому занимались. И получается, конкурентов как таковых на рынке здесь не было, то есть вот в такой вот развлекательной истории. На тот момент не было конкуренции, то есть она сейчас присутствует, конкуренция, но немножко в другом формате. То есть если мы занимаемся такими масштабными шоу-программами, которые там, грубо говоря, занимают от пакета интерактив, то сейчас мы выходим, то есть на большую сцену, где у нас, ну вот в среднем, если так, для понимания, то есть мы для пакета интерактив используем примерно около 40 литров жидкого азота. 40 литров за раз? Да, 40 литров за раз. А где вы его берете? Есть специальные, то есть... Где эти недра жидкого азота? Ты знаешь, что у нас есть вот поля, есть вот уголь, вот это же копают, тут полиметаллические руды добывают где-то рядышком, есть разрез жидкого азота. Ну, есть организации, которые продают криогенные жидкости, то есть специальные, и как бы у них, да, покупаем это все дело. Ну, по паспорту, по разрешению, не собак морозить, а детей развлекать? Ну, мы работаем со взрослой публикой. А, у нас взрослая публика. Да, у нас взрослая публика, взрослый сегмент, поэтому как бы вот так. Да наконец-то для нас, да хоть что-то в игровые комнаты не пускают, ну хоть азотом развлекают. У нас еще один небольшой перерыв, давайте посмотрим и продолжим уже тут с нашей рыбкой разбираться. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, я профессиональный психолог Женя Кондрашова. Сегодня мы поговорим о том, как настроиться на работу. Многие люди задаются вопросом, ну как же мне себя заставить работать? Первое правило, мы себя не заставляем, а настраиваем на работу. Человек сам для себя не строгий диктатор, а опора и поддержка, поэтому если вы замечаете раздражительность, очень много накопленных дел, постоянно все откладываете на потом, то я рекомендую вам отследить, какими словами вы сам с собой разговариваете. По факту человеку нужно всего лишь 5 минут, чтобы полностью погрузиться в рабочие дела. Для этого следует убрать все гаджеты, найти максимально уединенное место и сконцентрироваться на своем дыхании. Дело в том, что концентрируясь на своем дыхании, человек ощущает контроль над своим телом и над своей психикой. Дыхание должно быть определенное по счету. На 4 счета вдох, 2, 3, 4, и на 4 счета выдох, 1, 2, 3, 4. Таких циклов нужно сделать около 8, это позволит вам сконцентрироваться и включиться в рабочий процесс. Далее можно сделать некоторые упражнения, которые приведут в тонус ваше тело. А именно пройтись до кабинета пешком, а не поехать на лифте. Но важно здесь концентрировать свое внимание на движении тела, а не на мыслях, которые могут вариться в вашей голове. Также попить воды, сделать какую-то легкую гимнастику по мере возможностей и помассировать определенные точки, которые стимулируют мозговую деятельность. Где они находятся? Вот здесь на бровями, вот тут около носа. Их прям массирующими движениями. Вот здесь они как ямочки такие около бровей. И ушки размять в разные стороны. Это стимулирует деятельность головного мозга. И пока у вас есть заряд бодрости и энергии, начинайте делать, не откладывая на потом. Если же вас часто отвлекают, прерывают ваш рабочий процесс, помните, что в первую очередь это ваша задача организовать свое рабочее время и выстроить границы так, чтобы вам было комфортно. Конечно же, если не вы организовали свое рабочее время, то его организуют за вас. Мы продолжаем наш новогодний утренник. Ну, давайте продолжим. Утренник у нас сегодня просто увлекательнейший конкурс. Это мода интересная. Ну да. Мы пичкаем рыбу. Ее теперь мы должны вот натирать же еще солью, иначе у нас будет безвкусная. Так, натираем, получается, снаружи и снутри немножко. Да, правильно? Ну, так же есть сейчас там. Сейчас мы ее натрем. Про взрослых так. Что? Почему решили именно взрослую аудиторию-то взять в обработку-то? Ну, у нас научное шоу. И поэтому, как бы, ну, решили остановиться на взрослых. Потому что детские праздники, как бы, ну, это детские праздники, есть другие организации, которые занимаются детскими праздниками по поводу жидкого азота. Ну, еще, как говорит мой брат, каждый из нас в душе ребенок. Я про что? В детскую комнату? И сколько бы ни раз ни просилась, не пускают меня? Нет. Имеется в виду то, что те же эмоции, вы получаете также от взрослых нашего шоу, то, что как дети, допустим, там прочее, нормально, что-то еще. Ну, конечно, да, интересно как. И помимо, то есть, таких малых проектов, да, как, допустим, у нас пакет интерактив, либо там эффектное большой масштабное шоу, мы также занимаемся БТЛ-проектами, разными презентациями. То есть, что-то нестандартный подход к чему-то либо. То есть, нужно сделать там небольшой краш-тест там по полдновой ливейке. Краш-тест чего? Вот недавно мы делали краш-тест базальтовой ватой буквально на прошлом. Что такое базальтовая вата? Базальтовая вата – это утеплитель. То есть, нам нужно было доказать, что он действительно не горючий. А он не горючий? Нет, на самом деле, да. А базальтовая вата делается из базальта? Ну да, природные материалы, то, что как бы… Ну, производители, то есть, наша задача состояла в том, чтобы мы должны доказать то, что он действительно не горючий материал, и поэтому сделали такой краш-тест. Поджигали ее, жгли, ставили людей. Чем только можно. Да, чем только можно. Нужно зарезюмировать, что мы сейчас успели сделать. Коля, ты помнишь? Да, я помню. Что у нас произошло? Мы взяли нашу речную форель, мы ее натерли солью снаружи и снутри, и мы добавили туда ароматных трав, добавили туда цитрусовых, и теперь нам нужно обязательно поперчить, и, наверное, выкладывать форму журтой. Давай. Да не торопись ты. Не торопиться, да? Ну ладно, хорошо. Нет, у нас утро долгое, туманное, доброе. Вот смотри, у нас тут рыбка лежит. Понятно, что там вы развлекаете, это хорошее занятие. Вот на рыбалку ты хочешь? Вопрос в лоб. Да, да, но я больше всего люблю… Да, вот так. Я больше всего люблю это… Ну, кто-то предпочитает там… Вот мы здесь на Алтайе разговариваем, кто-то говорит, блин, на обид прикольно сидеть. Честно, я маленько этого не понимаю. То есть для меня рыбалка… Где ты сидишь? Ну, сижу. Для меня рыбалка – это там тихое, спокойное там озеро, либо такой пруд, ну, грубо говоря, стоящая вода. Где можно просто, да, летом посидеть с удочкой и просто порыбачить. То есть это просто само наслаждение рыбалки. То есть не то, что там какой-то азарт. То есть удочки у тебя есть. Конечно, да. У нас сейчас огромный выпуск официальных новостей. Мы рассказываем, что произошло в крае интересного за последние 24 часа. После приносим сюда форму, фольгу и начинаем выпекать. Ставьте с нами. И вновь доброго утра. С вами утренний канал «Накатунь-24». Мы готовим вкусный завтрак и вас к хорошему дню. У нас на утре целый утренник. И сегодня в гостях у нас мистер Фриз Морозко. У нас такой сегодня здесь, на утреннем канале. Мы готовим рыбку для нашего новогоднего стола. Она готова? Да, уже готова. Форму мы выкладываем... Давай, Коля, я знаю, тебе или... В общем, да. Фольгу. То есть мы сначала фольгу управляем? Да. Фольгу мы сейчас сбрызнем немножко маслицем. Уложим рыбку и еще раз маслицем все это дело сбрызнем. Угу. Все, чтобы она у нас не прилипла к этой истории всей. Что у нас внутри рыбы? Пока выкладываешь, я сейчас еще раз расскажу. У нас там травы. Кинза, чабрец, тархун, мята и, наверное, все. И лимонграсс. И лимонграсс, да, внутри. Плюсом ко всему, там нарезанные дольки цитрусовых, там же водороски. Натерли мы ее солью и перчиком. Ну, я знаю, что не сделали с тобой. Мы не исключили греться в духовку. Да, ну, такое тоже бывает. Пусть она как раз подмаринуется. Она сейчас подмаринуется. А духовка пока будет греться. Все, с рыбой пусть ждем. Мы закончили пока, что здесь она будет мариноваться. Я предлагаю попробовать, что мы с тобой принесли, что... Ну, так сказать, потестить. Давай. Да, интерес появляется к нашим шоу. И вот, я прошу вот сзади шарик. Держите. Так, держу. Все. Самое простое. Мы его используем в итеративе в нашем пакете, когда мы работаем с гостями. То есть, напрямую, да, гости поздравляют друг друга. Прямо оригинальные поздравления. Я думаю, ты сейчас наберешь смелости. Твоя задача выдохнуть полностью воздух. Открыть кранчик, вдохнуть и пообщаться со мной, со зрителями. Хорошо. И вдохнуть? Да, вдыхай, да, да. А долго это держится эффект? Нет, нет. Ты сейчас мы дополняли, не говори так. Нет, на самом деле. Все. Выдыхаешь и вдыхаешь. Вот. Да, кранчик открывай. Вот. Смели, смели. Еще, 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 еще. Еще, еще. Все. Давай, подержу. Поговори со мной. Привет. Привет. Так. Слушай, мне такой, как из фильма ужаса в голосах. Ну, да, немножко и есть. Друзьяк. Мы сегодня приготовим с тобой рыбку. Моя елочка. Да, я думаю, приготовим с рыбку. А плохой? Мой? Нет, не моешь. Еще не твой. Часа два. Да ладно. Вот. А нет такого, как в... Такой вредный ребенок. Как этот фильм-то? Слушай, мне до сих пор этот ужасный голос. Он сейчас пойдет. Детей пугает. Нет. Таким голосом, привет, мои детки. Нет, представляете такую ситуацию, то, что там вызываем, да, поздравили. Там два шарика, один черный, один белый. То есть люди не знают вообще, что с ними делать. То есть сначала первый человек вдыхает белый шар. У него такой прям высокий голос. Он начинает поздравлять там все такие в недоумении. А второй человек, у которого черный шар, он думает, что у него будет то же самое. Типа якобы, да что там, все просто. Будет то же самое, сейчас поздравлю. То есть у нас там текст прописан, все. Гость вдыхает, начинает поздравление по нашему тексту, он понимает, что что-то пошло не так, что-то не то. И он прям... Ему это нравится, он будет продолжать дальше. Круто. Небольшие какие-то эксперименты у нас. Ну, у нас же только нет этот эксперимент сегодня. Через пару минут мы покажем еще парочку. Парочку. Оставайте сами. Самое интересное еще впереди. Оставайтесь с нами. Спонсор показа ООО Агросев Торг. Доброе утро. С вами рубрика «Домашние животные» и я, Катя Варкентин. Каждую неделю мы ходим в гости к домашним питомцам и их хозяевам и рассказываем вам их пушистые истории. На этой неделе мы пришли в гости к Татьяне и Тимофею Шумейко и их коту Бенгалу. Не просто кот, а член семьи Шумейко. Появился два года назад в День всех влюбленных 14 февраля и сразу влюбил в себя всю семью. Он любит играть в прятки. Он берет и по запаху меня знает и ищет меня. Я под кровать прячусь. Он выдает меня, что подходит к кровати и нюхает там. Это выдает меня. Вечером встречает в дверях и ложится в кровать вместе с хозяевами. А вот по утрам у него своя работа. Он встает примерно часов в 6 утра. Будет всех. То есть надо играть уже сразу. Он начинает так за ноги хватать, где-то прилечь. Ну, в общем, настоящий такой будильник. То есть нам не нужно вставать. Можно просто уже как часы. Тайгер-бенгал. А это значит, в его крови течет в том числе и дикая кровь. Пищу со стола не ест. Молоко не пьет. Питается специальным кормом, в составе которого мясо и витамины. А полакомиться любит сырой курицей, рыбой, мясом и яйцами. Все в небольших количествах. Воду пьет исключительно из крана. Иногда любит проявлять характер. Тай-кот очень эмоциональный. Когда он на что-то обижается, то залезает в свой домик и ждет, пока перед ним не извиняться. Хозяйка говорит, он обидчив, но отходчив. Гены у него хорошие. Богатые родословные родители, чемпионы из Сочи. Тимофей, это твой лучший друг? Да, он добрый, ласковый и он завидует мне. Завидует тебе? Почему это? Потому что у меня есть корма. Отличные охотники, активные и неугомонные, исполнители ловких трюков. Бенгалы, хотя и напоминают леопарда своим внешним видом, по характеру абсолютно не агрессивны. И так же, как и тайгер, могут стать настоящим другом для всей семьи. Запаковывай рыбку. Давайте. Потому что духовка у нас нагрелась. Ну что, как эффект? Ощущения? Ну это забавно, потому что максимум, что я это могла бы видеть и видела, это американские комедии 90-х, наверное, нулевых, где ребятишки веселятся над взрослыми и какими-то такими голосами говорят. Ну или мультяшки какие-то. Так что это очень классно, никогда. У нас уже готово в этом доме? Да, даже не пробовала. Все, теперь ставим в духовочку. Появился белый шар, Оля. Белый шар, белый, белый, это прямо оригинальный, это классика, жанра. Давай вот ты надо мной сегодня уже веселилась, теперь твоя очередь, держи. Да вот белым-то, а, белый на мне, ну ладно, хорошо. Так же, да, все просто, что там отдыхаешь, да? Открываешь кранчик, дыша, и текст нужно, да, сказать, потому что ты, например, наступаешь. Давай, да, как раз будешь поздравлять нас. Я не знаю, о чем мы будем дальше разговаривать, но мы поговорим, наверное... Мне хватит же за это, да? Да, хватит, конечно, пока сейчас. Там еще раз много. Мы поставили запекать нашу фарель радужную. Ну-ка, у меня получается, да? Да, отлично, кстати. Привет. Ясно, привет, привет. Мы тяжкие, мы тяжкие, мы тяжкие. Новый год, как-никак. Давайте напомним по рецепту, рыбу мы отправили в духовку, запекаем ее там минут 20-30 при температуре 170 градусов. Но ваша основная специализация, эти 40 литров азота, которые вы и приносите на шоу, да, когда что-то проводите. То есть у нас сегодня есть возможность на это посмотреть, что-то попробовать. Да, у нас есть возможность посмотреть, да, что, как именно, он здесь используется. Сейчас вот все, с голосами поигрались, да, сидели, сейчас небольшой перерыв, мы тут готовим площадку, рыба запекается и будем дальше веселиться. Оставайтесь с нами. Банковские карты есть у всех. На них мы получаем зарплату, стипендию, пенсию, оплачиваем покупки, отправляем деньги родным. Неважно, деньги улетают только так. А как тратить и получать с этого выгоду? Об этом мы поговорим. Между прочим, имея банковскую карту с выгодным предложением, можно накопить неплохую сумму. А как экономят барнаульцы? Давайте выясним. Экономии никакой. Что значит экономия? Я не пользуюсь, муж пользуется. Кэшбэк и там все эти мультикарты, все, 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 все. Есть программы же там разные с аэрофлотом там связанные, в миле возвращают, что-то даже копится. Не знаю, но я не пользуюсь. Ну, я слышал о таких услугах, но сам не пользуюсь. А теперь я расскажу, что же предлагают банки. Первый вариант – доходные карты. Это те, на которые начисляется процент на остаток средств. Они выгоднее, чем вклады, ведь можно распоряжаться деньгами, не потеряв проценты. Допустим, у вас есть такая карта. Начисление на остаток 7% годовых. Если вы за год накопите, например, 10 тысяч рублей, вам начислят 700 рублей бонусом. Едем дальше. Карты с бонусными милями есть почти в каждом банке и авиакомпании. Чем больше летаете, тем больше бонусов копится. А потратить их можно на повышение класса обслуживания или на покупку билета. Чтобы таки бесплатно долететь из Барнаула в Москву, необходимо накопить 15 тысяч миль по программе лояльности S7. Кэшбэк – возвращение средств. Он может составлять от 0,1 до 30% за одну покупку. Некоторые банки начисляют бонусы, а некоторые – рубли. Разницы нет, и то, и другое можно обменять на товар. Например, яркий пример – бонусы «Спасибо от Сбербанка». Допустим, вы купили свитер в магазине-партнере за 1000 рублей. Вам вернется полпроцента от стоимости товара. Это 5 бонусов. Мелочь, а приятно. На кредитках тоже можно сэкономить. Есть карты с льготным периодом, во время которого проценты не начисляются. Это, как правило, 50-60 дней. Но если не уложиться в этот период, можете попасть на проценты. Поэтому пользуйтесь, но платите вовремя. Соблюдайте эти простые правила. Копите деньги, тратьте их на что-то приятное и полезное. И помните – сэкономил, значит заработал. Замечательно сегодня утреннее. Просто волшебный. Прохладное морозное, да? Прохладное морозное свежее утро, как реклама порошка. Мы вот уже почистили. Мы делили апельсин. Много нас он наден. Нужно нам так и в дольки его нарезать? Да, мы его режем сейчас на сегменты, в дольки. То есть мы забираем мякоть, она нам пойдет на украшение. Мы как запланировали на украшение. То есть уже импровизация у нас поперла к рецепту. Это полная импровизация. Для нашего же рецепта здесь понадобится, так как сегодня новогодний выпуск, да, у нас. Новогоднее утро, да. Морозное утро. Морозное. Мы, конечно, это мы убираем, это нам не надо. Мы это в сторону. Забираем только вот такие сегментики. Ага. То, что именно сама мякоть. И второго так же. И второго, да, то же самое повторяем. Надо, ешь, Коля, рассказывай. Спасибо. Ну вот все же мы любим Новый год. И Новый год – это прям праздник детства. Никуда от него не деться. Вот кем ты был, там, не знаю, в детском садике, в школе, все-таки по-любому тебе нарезали мамка с папкой. А можно не говорить? Ну, конечно, нет. Конечно, нельзя. Нужно рассказывать. Я вот была в первом классе божьей коровкой. Да? У меня были крылышки. Тяп-тяп-тяп. Это даже платьишко такое в горох. И такая у меня была штучка черная, ну, как это вот голова этого жучка на голове. В общем, папа мне сделал. И на пружинках были такие два усика. Да, я соглашусь. На то время костюмы были прям вообще хендмейд в этом плане, потому что… И прям такие самобытные классные были. Самобытные, эксклюзивные, я даже сказал. Вот, дизайнерские вещи были. Такого костюма. Кого тебя наряжали, Коля? Я как помню сейчас, у меня частая тема это, ну, что было в то время, по-моему, про мушкетеров же показывали фильмы. Да, и про мушкетеров. Казина Королевов, Воинов, еще шла Конан какой-нибудь. Нет, Конан у нас нет, у нас никто там были, к вам по залу не бегал. Как бы все в основном на Новый год старались там сделать либо же Дед Морозов, как всегда стандартно было. Снегурочек, снежилок. Да, снежинки. Мальчики-зайчики еще. Ну, зайчиков мало было. Звездочет какой-нибудь, знаешь. Был, да, особенно, знаешь, тот картонный колпак, да, звезды, да, был. А у тебя кто-то, кем был? Я как помню то, что, да, меня наряжали на один Новый год, это был последний мой Новый год в том плане, потому что я больше не наряжался. А костюмированный, так и кем? Костюмированный. Мне сообразили такой, знаете, как сказать, костюм Д'Артаньяна. Да, вообще был огонь, было классно. Ты кричал тысячи чертей! Я не мог так кричать. Тысяча чертей. Маленький Коля такой. Потому что был маленький. Да, я как сейчас помню. Это шпага была? Сделали шпагу, папка сделала мне шпагу там специально, не знаю только из чего, была не деревянная, был какой-то металл, нас ее не пустили, нам сказали, что, ребята, вот это нужно оставить здесь. Колющие, режущие предметы. Колющие, режущие, да, на входе оставляем. Оставляйте в ходе там детского сада или школы, так. Это было в школе. А в школе? Это был, по-моему, класс третий, если я не ошибаюсь. Первый класс – это стандарт, там какие-то снежинки, там звездочеты, правильно говоришь. Но мне больше всего третий класс запомнился, когда шляпа была. Да. Кстати, офигительная шляпа такого, прям в Гасконце. Пока-пока. Я учил песню, думаю, сейчас качнем. А этот плащ? Плащ был вообще эксклюзив, на самом деле. Как я сейчас помню, но еще раз напомню, что это был хендмейт, в то время хендмейт. Класс. Это была, по-моему, штора, штора зала. Да. Маме просто не понравилось в свое время, она говорит, Коль, давай мы тебе сделаем, вот, будешь в этом году, говорит, мушкетером. Плащ, говорит, я уже нашла. И смертельных. Ну, нет, просто что-то фасон не подошел, она говорит, ну, так вот сделаем, переведем, здесь подошьем. То есть она рукодельница, ну, то есть занимается там все, там же не было в то время, там были машинки, все, вот это дома все решилось, делалось эксклюзивно. На живульку там какая-то, да. Из картона вырезаешь какую-то атрибутику там. Возвращаясь к нашим апельсинам. К нашим апельсинам. Не баранам, да, но оленям, елочкам и апельсинам. Все, мы нарезали, и сейчас будем его буквально через несколько минут над ним выражить, колдовать и заливать азотом. Рыбка у нас продолжает запекаться, оставайтесь с нами. Он, наверное, уходит в отставку. Ну, если верить каким-то историям, то у него есть какие-то там эльфы, которые делают все эти подарки, значит, он спит. Что ему еще делать? Возможно, разбирает оставшиеся письма, которые не успел прочитать, чтобы знать, что подарить другим детям. Есть такая штука, как теория вероятности. Он готовит просто подарки, а потом методом исключения, кому что попадется. 2 января он празднует Новый год. У него заслуженный отдых, как бы. Вот, он может, не знаю, куда-нибудь в Антарктиду поехать с пингвинами праздновать. Спит. Но все равно ему нравится, надеюсь, это делать. Закупается подарками, чтобы и это, и читает письма, чтобы знать, кому что принести. А потом это, а потом уже морально настраивается для того, чтобы облететь всю землю и подарить каждому подарок. Он с неба за нами следит, кто нас хорошо ведет, а кто нет. Еще изготавливает подарки, потому что он заранее знает, что захочет ребенок. Он изготавливает подарки детям, которые хорошо себя вели и которые плохо. Готовит подарки на следующий год. Будет отдыхать, потому что он устал разносить подарки по всей России. Сколько хочешь, столько пусть и отдыхает, он в школу уже не ходит. Если кто-то себя плохо ведет, он дарит черный уголь. Дед Мороз, ему же нужно по всей России, Россия у нас самая большая страна, нужно по всей России развести подарки. Это очень трудная работа, мне кажется, поэтому нужно потом очень долго отдохнуть. После Нового года, я думаю, отдыхает, ну, лето, осень, а потом опять готовится к Новому году. Новый год. Зелье, я не знаю, но оно, вот оно, на самом деле, это жидкий азот, температура его составляет минус 196 градусов, то есть это его четвертое агрегатное состояние. То есть там сейчас внутри 190, минус 196, да. Ну, как бы, чтобы для всей полноты эксперимента можно, там, просто вот возьмем у вас мятку. Давай. Как бы, мы маленько наливаем его сюда. То есть, на самом деле, он безопасен, потому что воздух, в котором мы дышим, тоже состоит на 78% из азота. Здесь уже не состоит. Там такой кипит, прям кипиточек. Ну, чтобы было наглядно, маленечко от стола прошу просто чуть-чуть сюда отойти, вот там, понимаем, да. То есть там вот он, и пошло испарение. То есть, как бы, ничего страшного в этом нет. Даже можно вашу руку. Нет. Да ладно, косметология же используется. Ничего страшного. Ведущий без руки, да, тоже, кстати, оригинальный. Я боюсь, я не знаю, что можно, мы не будем замораживать руку. Ну, это за костюм. Давай лучше в апельсинку. Нет, ничего страшного, смотри, давай, Саня, смотри, вот, вот, видишь, рука моя, обычная рука, вот, она у меня на месте остается. Ничего страшного в этом даже нет. Давай, ну, дети, блин, на утренние, как говорят, тоже делают. Нет, 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 нет. Ну, ладно, в апельсинку так апельсинку, мы потом что-нибудь придумаем, смотри. Будешь рассказывать про ведущую циклю. Нет. Все там сварилось уже мято? Вот, видишь, он получается, он полностью уже заморожен. Минус 196. А там пока не испарится? Да, он так сейчас и будет выкипать, потому что он нагревается и начинает испаряться, то есть полностью. Смотри, мы добавляем, нам нужно сделать морозную крошечку здесь. Мы берем наши сегменты, то есть и начинаем замораживать. А, да, я слушаю тебя, я все поделюсь. Я слушаю, да. Нам понадобится линка. Бери. Обычная. То есть, и это дело мы начинаем это все ломать, дробить, там, крошить. Видишь, как он моментально начинает замораживаться. Вижу. То есть, азот, он же везде применяется, то есть в инженерии, строительстве, кулинарии молекулярной, кухне, косметологии. Да, это не знаю. Ну, косметологии, я не знаю, пошла бы я на такую процедуру. Не, ну, там же крио-сауну, крио-ваны. А, слушай, а он же это, обратно живой? Он отходит, да, потому что клетка моментально замораживается, потом начинает его оттаять. Вот такая морозная крошка у нас получилась. Еще добавляем, чтобы это все дело-то у нас было. Я думаю, морозная крошка пойдет, наверное, на все наши украшения, да? Да. Когда мы достанем нашу форель, крошку, и будем ее украшать. Мы еще его дробим. С ума сойти. Такого наутре еще не было. Хорошая такая. Доброе утро, морозное. Очень доброе, что без руки меня не оставили. Все. И он не растает, обратно? Нет, он обратно не растает, он растает, но на протяжении где-то только через минут 30-40. Через полчасика, да? Это все, да, в кашку превратится небольшое. Это наши рыбки. У нас здесь осталось буквально 5 минуточек, и она у нас будет готова. Да, и мы будем дальше. Будем продолжать это выражить. Вот этот вот сразу и проснулся. Нет, если хочешь проснуться, я могу еще раз сделать небольшой эксперимент. Повернись ко мне спиной. Ну, не бойся, доверься мне. Это тяжело, я знаю, не каждый так может. Нет, нет, не повернись, опять эта банка. Жуткая банка. Нет, нет. Поворачивайся. О, Боже, давайте посмотрим рубрику лучше. Давай, подготовимся. Давайте посмотрим рубрику. Нет, убей меня. Продолжим готовиться, стоять с нами. Всем привет, это Трендорезка. Я рассказываю о популярных челленджах, флешмобах, вайнах и мемах. В сети набирают популярность кресло-челлендж или стул-челлендж. Представляете, этому челленджу 48 лет. Впервые он появился в американском комедийном телесериале «Все в семье». Если вы думаете, что мы с коллегами не повторили его, то вы ошибаетесь. Смотрите далее и выбирайте любимчиков. Встаем лицом к стене, делаем два шага лилипутика, упираемся лбом в стену, двигаем к себе стул, прижимаем его к груди и пытаемся встать. Так, все. В общем, посмотрим, на что способны мои коллеги. Ну, помогите же! Ну, и чё? ААААА! ААААА! АААА! 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 У нас сегодня сумасшедший утренник, на самом деле, как выяснилось, я еще больше подтвердила, что мне такая «Да я, да вперед, там всех, там я ничего не боюсь!» Да нет, нормально, нормально. Все, меня уговорили. Ты готова? Да, давай, говори еще раз. Точно доверишься? Я больше не пищу. Не пищишь? Нет. Точно, вот все, прям как есть, да? То, что вот все. Я думаю, это уже. Так, что? Смотри, поворачивайся ко мне спиной, на самом деле, все, не бойся, вот чуть-чуть ее вперед маленечко отойдем, и сейчас тебя взбодрим, немножко взбодрим. То есть я не буду полностью весь выливать, хорошо? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, половину, ладно? Нет, мне же еще сегодня работать. Половинку. А можно четвертинку? Давай, одну треть. Одну треть. Готовы? Поворачивайся. А одну треть – это больше, чем половина? Смотри, на елку вон там что-то игрушка полетела, по-моему, если я не ошибаюсь. Вон летит. А, и все? Да. И у нас пропищала с тобой форель. И так прохладненько. Освежает, на самом деле, да, ободрит. А что ты сделал? Почувствовал. Я сделал дыхание наше холодное такое. Ты что, это заглотнул, захлебнул? Заглотнул-ка. Нет, просто дышал. Ну смотри, ну как бы он опасен, когда он попадает к тебе в организм, но мы также с ним делаем коктейли. Есть чаек у нас. И вот тот апельсинчик, который мы замораживали. Да, давайте сейчас сделаем. Он готов уже чудить? Я думаю, да, мы сейчас украсим, добавим сюда еще тимьяна. С вашего разрешения. Давай, давай, давай. Да, тимьян добавим сюда, еще маленько подобьем. С чего готовится? Да. Добро живу, как говорится. Угу. Мы добавили туда тимьянчика. Хотя, по-моему, здесь тоже есть какая-то такая мятная история. Пока ты добавляешь, я вспоминаю, что сегодня с нашей Любкой происходило. Мы взяли... Ты наливай, пока я расскажу. Простите. Мы взяли форель, выпотрошили, добавили туда тимьяна, тархуна, розмарина, мяты, туда же дольки цитруса вот, и отправили в духовку. Посолили и поперчили. А вот теперь... Теперь наша рыба готова. И когда мы начинаем ее уже прошивать, добавляем наших маленьких перпектов. Давай. Мы же не просто приготовим. Готовы? Да. Не страшно? Этого-то нет. Ха-ха-ха. 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 Вот так вот мы готовим, как говорится. Нагадок. Хочу, я хочу, запутать хочу. Сейчас... Сейчас как раз оттает апельсин, и травы зайдутся. Она еще сверху будет пропитана цитрусовым и пряными травами. Всем приятного аппетита. Ну что ж, на сегодня все. Всем желаем отличного дня. Приятного аппетита. Ну все, друзья. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok